Здравствуйте, ребята! Тема сегодняшнего урока – электрохимический ряд потенциалов. Сегодня на уроке вы научитесь объяснять понятие стандартный электродный потенциал. Давайте рассмотрим следующий пример. Пластинку металла погрузим в воду или раствор. Что же мы видим? Небольшая часть металла в результате гидротации переходит в раствор в виде игонов. Металл с зарядом плюс. При этом пластина металла приобретает отрицательный заряд. Схематически это можно изобразить следующим видом. Металл в нолевой заряд равно металлу Н плюс плюс Н-е количество электронов. Разность потенциалов, возникающая в двойном электрическом слое, на границе металл-раствор, называется электродным потенциалом. Каждый металл обладает при равновесии определенным электродным потенциалом. Непосредственно измерить потенциал отдельного электрода металла невозможно. Поэтому электродные потенциалы измеряют относительно стандартного водородного электрода, потенциал которого принимаем равным нулю. Стандартный электродный потенциал обозначается Е0. Это разность потенциалов между системой металл-раствор, солиметалл и стандартным водородным электродом, измеренная в стандартных условиях. Давление 1 атмосфера, температура 25 градусов, концентрация всех ионов 1 моль на литр. В качестве электрода сравнение был выбран и используется сейчас стандартный водородный электрод. Что же он из себя представляет? Такой электрод содержит платиновую пластинку, погруженную в раствор, содержащий ионы водорода, и который постоянно омывается газообразным водородом. Газообразный водород имеет давление 1 атмосферу, и активность ионов водорода в растворе равна 1. Почему равна 1? Так как это упрощенно, когда концентрация равна 1. Ацербируемый платиной водород находится в равновесии с газообразным водородом. Возникновение потенциала на стандартном водородном электроде можно представить следующим образом. Газообразный водород, ацербируясь платиной, переходит в атомарное состояние. Между атомарным водородом, образующейся на поверхности пластины, ионами водорода в растворе и платиной, реализуется состояние динамического равновесия. Общий процесс выражается следующим уравнением. H2, ацербируется 2H плюс 2 электрона. Платина при этом не принимает участие в окислительно-восстановительном процессе, а является лишь носителем атомарного водорода. Сейчас вам предоставлены стандартные электродные потенциалы металлов. Для электродов металлов указаны стандартные электродные потенциалы. В стандартные электродные потенциалы различных электродов можно расположить в так называемый ряд напряжений, электрохимический ряд активности металла, или его еще называют ряд стандартных электродных потенциалов. То есть это последовательность, в которой металлы расположены в порядке увеличения их стандартных электрохимических потенциалов, отвечающих полуреакцией восстановления катиона металла. По схеме металл N+, N электронов образуется металл. Ряд напряжений характеризует сравнительную активность металла в окислительно-восстановительных реакциях в водных растворах. В Международном союзе ЮПАК принято, что потенциал металлов, которые по отношению к стандартному водородному электроду являются отрицательными, записывают со знаком минус перед их значением. Если металл по отношению к стандартному водородному электроду положительным, то его значение записывается со знаком плюс. Восстановительная активность металлов, то есть свойства отдавать электроны, уменьшается, а окислительная способность их катионов, свойства присоединять электроны, увеличивается в указанном ряду слева направо. Исходя из принципа построения ряда напряжений, можно сделать следующие выводы. Первое. Каждый металл способен вытеснить из растворов солей те металлы, которые стоят после него в ряду напряжений, то есть имеют большую величину стандартного потенциала. Водород может быть вытеснен из кислот теми металлами, которые имеют стандартные потенциалы со знаком минус. И третье. Чем больше алгебраическая величина стандартного потенциала металла, тем больше окислительная способность его ионов. Используя ряда напряжений и электронные потенциалы, можно определить направление тока в гальваническом элементе и вычислить его электродвижущую силу. При вычислении электродвижущей силы гальванического элемента из потенциала катода вычитаю потенциал анода. Давайте рассмотрим следующий пример. Рассчитайте электродвижущую силу гальванического элемента, составленного из стандартного водородного электрода и свинцового электрода, погруженного в 0,01 моль на литр раствора плюмбом хлор дважды. На каком электроде идет процесс окисления, а на каком – восстановление. По таблице стандартных электродных потенциалов мы видим, что стандартный электронный потенциал водорода равен 0 вольт. Стандартный электродный потенциал свинца равен минус 0,126 вольт. В данной паре потенциал свинца имеет более отрицательное значение, поэтому анодом является свинец. Анодом является свинец. При отдаче двух электронов свинец становится зарядом 2+. При отдаче электронов свинец окисляется. Как водородом является водород. При добавлении двух электронов он превращается в молекулу H2. У водорода процесс восстановления. Общая реакция следующая. Плюмбом на любое плюс 2H плюс равно плюмбом 2 плюс плюс H2. Основной вопрос у нас был рассчитать ЭДС гальванического элемента. Чтобы рассчитать электродвижущую силу гальванического элемента, нам нужно из стандартного электродного потенциала катода отнять стандартный электродный потенциал анода. ЭДС будет равно 0 плюс 0,185 равно 0,185 вольт. Значит, ЭДС гальванического элемента свинца равно 0,185 вольт. Выполните самостоятельно. На основании стандартных электродных потенциалов определите, какой из следующих гальванических элементов имеет наибольшую ЭДС, то есть электродвижущую силу. Цинк и никель, кадмий и никель, алюминий и никель, магний и никель. Проверяем выполнение задания. Итак, ЭДС гальванического элемента можно рассчитать как разность потенциалов. Данные гальванических элементов составлены из стандартных электродов, поэтому ЭДС никель и цинк будет равно 0,513 вольт. ЭДС никель-кадмий составляет 0,153 вольта. ЭДС никель-алюминий равно 1,413 вольт. ЭДС никель-алюминий составляет 2,113 вольт. В случае никель-алюминий ЭДС гальванического элемента будет наибольшим. Значит, в данном случае ответ Г. Подведем итог урока. Электродный потенциал – это разность потенциалов, возникающие между металлом и раствором его соли. Для измерения электродного потенциала используется стандартный водородный электрод. Электрохимический ряд напряжения металлов – это ряд металлов, расположенных в порядке возрастания их стандартных электродных потенциалов. Электродвижущая сила характеризует электродный потенциал металла. На этом урок закончен. До свидания.